Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения, сегодня мы поговорим про предпринимательство. Ну и в любом случае, ЖКХ, спорт, что угодно. Звоните, мы работаем для вас в прямом эфире. Телефон 508-86-84. Постараемся вместе во всем разобраться. Наши гости сегодня Ирина Евгеньевна Баранова. Добрый вечер. Здравствуйте. Ирина Евгеньевна, новое лицо в общественной палате, консультант-эксперт. Рад. Мы сегодня с вами познакомимся поподробнее, потому что у нас сейчас целая серия, получается, выпусков как раз-таки про новые лица общественной палаты. И также Дмитрий Сергеевич Мартынов, член общественной палаты. Добрый вечер. Добрый вечер. С Дмитрием Сергеевичем наши зрители уже знакомы, но тем не менее, все-таки еще раз вас приветствую. Рад, что вы к нам приезжаете. И у вас сегодня, я так понимаю, снова будет тема робототехники, которую вы курируете в рамках общей работы вашей комиссии. Конечно, не только робототехники, но и инновации в целом. Инновации в целом. Давайте, предлагаю, так сегодня построим нашу беседу. Дмитрий Сергеевич, мы сперва поговорим с Ириной Евгеньевной, как с новым лицом в общественной палате, поймем вообще, что и движет, какие у нее мотивы, почему она пришла в вашу организацию. И затем перейдем на конкретные уже проекты, которыми ваша комиссия сейчас занимается. Давайте. Давайте, Ирина Евгеньевна. Ну, очень интересно, чем вы вообще по жизни занимаетесь, почему решили заняться именно активистской общественной работой в рамках общественной палаты. Да, дело в том, что представлюсь. Меня зовут Баранова Ирина Евгеньевна, независимый финансовый советник, генеральный директор консалтинговой компании «Финансовый эксперт». В рамках проекта Министерства финансов мы проводим очень интересные мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности. По материалам, разработанные Министерством финансов, включают в себя различные категории граждан взрослых, начиная с 25 лет, заканчивая даже пенсионерами. И, учитывая то, что я напрямую работаю с людьми, то, конечно, вступление в общественную палату, скорее, это будет очень большой плюс, так как это является достаточно и общественной деятельностью, скажем так, и несет социальную нагрузку. Потому что финансовая грамотность, наверное, касается абсолютно каждого человека, вне зависимости от того, кем он работает, где он работает, какое он сейчас социальное положение занимает. В общем, достаточно тема такая интересная, которая сейчас рассматривается очень и очень глобально. Я думаю, что она будет иметь место в нашей общественной жизни, в жизни нашего Национального района. Действительно, вы знаете, даже по своему опыту могу сказать, есть такой момент, связанный именно с социальной, вы вспомнили, социальную нагрузку, именно с тем, что, к сожалению, у нас сегодня, ну, это нужно констатировать, уровень экономико-финансовой вообще общей грамотности в стране, юридической это отдельный вопрос, экономико-финансовой довольно низок. Да. И приходится, в общем-то, и муниципальному телевидению, и даже федеральным каналам первого уровня постоянно ведь опускать информационные выпуски, да, в которых рассказывают вообще о том, что не нужно иметь дела с некоторыми типами банков, о том, что нужно читать договоры и так далее. И вы понимаете, это же на самом деле довольно грустно и страшно, если подумать. 2017 год идет, а людям приходится объяснять, что, пожалуйста, дорогие, читайте, что вы подписываете, если вот даже до такого доходит. Да, все верно. И более того, я вам скажу, несмотря на то, что эту работу мы проводим уже давно, и не только мы, и различные банки, да, структуры, которые выпускают различные информационные бюллетени, различные ролики, ведут тоже эту деятельность, все равно, тем не менее, скажем так, это имеет место быть. И на тренингах, к сожалению, тоже очень часто сталкиваюсь с различными проблемами, что люди попадают в финансовые пирамиды, к сожалению, когда даже отвечая на звонки и говоря о том, что мы вам предложим доходность в 20-30%, люди почему-то считают, что такое возможно, и что это не финансовая пирамида, а что это нормальная организация им звонит и вкладывает свои деньги. Причем классика жанра рассказывает о том, что, ребята, это исключительно для вас эксклюзивное предложение, никто в стране, 150 миллионов человек об этом не знает, а вот вы будете знать и делать на этом деньги. Да, все верно, и поэтому на своих тренингах мы, конечно, об этом рассказываем, говорим о признаках финансовых пирамид, о том, на что нужно в первую очередь обращать внимание при выборе там и кредитных программ, и страховых программ, и также рассказываем про пенсионные накопительные программы, ну и, естественно, о возможностях инвестирования. У нас, к сожалению, очень мало людей знает вообще, что такое индивидуальные инвестиционные счета, каким образом им пользоваться, как их открыть, что это такое, какой налоговый вычет можно с этого получить. То есть огромная база информации, которая, к сожалению, у нас никаким образом не освещается, и вот я считаю, что это, ну, как бы мое поле деятельности, и я на своих тренингах полностью об этом рассказываю, говорю, то есть без различных там, рекламных, скажем так, моментов там, потому что у меня есть коллеги, которые... Ну, теперь у вас есть возможность и оказать в рамках общественной работы этим заниматься. Я думаю, не слишком рискну, если предположу, что именно по данному направлению вы в общественной палате собираетесь работать. Да, все верно. То есть мы с этим проектом изначально в общественную палату и... Я вас понял, Ирина Евгеньевна, скажите, если говорить о тренингах и каких-то коммерческих организациях, конечно, все понятно, их много, разного уровня качества, но они есть. Да, а есть ли какая-то возможность вот вообще в массовом таком моменте поднимать каким-то образом уровень образования? Может быть, действительно начинать с самых даже ранних лет, со школы? Да, все верно. Это тоже является моим, ну, одним из этапов. Естественно, это будет на безвозмездной основе. В рамках... Я полностью готова работать, то есть со всеми школами Одинцовского района. Мы уже и с директорами со многими разговаривали на эту тему, что можно проводить какие-то открытые мероприятия, открытые уроки даже в рамках общества знания предмета. И детям потихоньку-потихоньку рассказывать вот о таких основных моментах. То есть есть тоже очень интересные материалы, выпущенные тоже в Министерство финансов. И в рамках вот данной программы рассказывать о том, как правильно пользоваться банками, о том, как правильно вести свой семейный бюджет, о том, как все-таки не тратить денежные средства на айфоны и брать их в кредит у родителей. Потому что, ну, к сожалению, наша финансовая культура пока не очень, ну, не очень, ну, хорошо освещена в этом плане. Я, пожалуй, с вами даже соглашусь, что это действительно именно финансовая культура. Это именно культура обращения с деньгами, культура понимания того, что вообще имеет смысл покупать, а что является фактически мусором. Если даже абстрагироваться от конкретных брендов, ну, у нас уже очень много в последние годы начали говорить о сложностях с обществом потребления, да. То, что действительно существуют организации, которые просто ежегодно выпускают новую модель какого-нибудь телефона, принципиально, ну, ничем не отличающуюся от предыдущих моделей. Которые стоят там по 60 тысяч, а это довольно серьезные деньги для среднего россиянина сегодня. Даже для жителей столицы, Московской области, которые традиционно довольно богатыми считаются. Это непросто. А, наверное, Дмитрий Сергеевич, у меня вот к вам вопрос. Вы у нас как-никак все-таки представитель молодого поколения. Вы вот очень много работаете с молодежью и так далее. А вот на ваш взгляд, если сегодня вводить школьный предмет, ну, условно назовем его, да, финансовая культура, да, финансовая грамотность, как вам угодно, вот из чего он должен по возможности состоять? Может быть, даже, знаете, не конкретные, да, методологические там моменты, а вот насыщение этих предметов. Может быть, привлечение каких-то экспертов, может быть, привлечение коммерческих организаций, которые себя грамотно зарекомендовали в районе. Вот на ваш взгляд, что будет наиболее эффективным? Ну, я считаю, что интересно включить в этот курс все-таки какие-то основы предпринимательской деятельности о том, то есть какие есть виды коммерческих организаций, чем они друг от друга отличаются. Какие есть виды налогообложения, вот, чем, то есть они так же отличаются. Какие есть виды поддержки малого и среднего предпринимательства, чтобы, там, ребята, которые проходят, да, вот, ну, как бы, вот эти темы в курсе общества знания понимали, что, начиная путь, там, того же предпринимателя, да, они находятся как-то не в вакууме сами по себе, но есть какие-то инструменты поддержки со стороны государства. И, так или иначе, они реально работают и, то есть могут помочь тем, кто начинает этот путь. Я думаю, что, то есть это было бы очень интересно. Послушайте, а такой момент. Вы знаете, есть некоторые страны, ну, в том числе в Соединенных Штатах эта практика довольно активно используется. Не могу судить, насколько она хороша или плоха, но у нее есть одно свойство. Заключается оно в том, что там действительно молодежь умеет и знает, что такое деньги, умеет ими пользоваться. Так вот, этот момент, о котором я вам рассказываю, он связан с тем, что там не принято жить с родителями после определенного возраста. Зачастую это приводит и к каким-то семейным драмам, когда ребенка просто вышвыривают в свободное плавание, да, условно говоря. Конечно, с точки зрения института семьи, может быть, тут есть сложности, но с точки зрения именно финансовой грамотности, это, знаете, вопрос уже выживания. Детям приходится в поздних школьных там каких-то годах, ну, как на американской системе образования это принято, да, изучать, выбирать какие-то экономические специальности, вообще понимать, где деньги зарабатывать и как. Может быть, имеет смысл в российских школах что-то подобное применить. Я не предлагаю выкидывать российских, конечно, школьников на улицы, но, по крайней мере, рассказывать им что-то. А может быть, даже привлекать их к практике, если я не ошибаюсь, у нас по законодательству сегодня с 14 лет можно работать, правильно? С 14. Вот, может быть, постепенно российские школы могли бы, работая с какими-то зарекомендовавшими себя хорошо организациями, да, устраивать их хотя бы на летний период, на полставки, ну, каким-то подобным образом. У нас, например, в городе Одинцово благоустройство летнее частично как раз-таки лежит на плечах школьников, которые действительно помогают высаживать там цветы, накрывать, красивые места делать и так далее. Я считаю, что... Вот, на ваш взгляд, что-нибудь подобное вообще реализуемо сегодня? Я считаю, что вполне реализуемо, вот, достаточно, ну, как бы, чтобы было желание бизнеса и организаций там в той или иной сфере, скажем так, нанимать на работу для решения каких-то простых задач школьников, старшеклассников, студентов, вот. То есть, так или иначе, у себя, в нашей организации мы, как бы, имели такой опыт работы с несколькими ребятами, которые кто-то делает очень круто дизайн, а кто-то, там, разрабатывает 3D-модели, и получалось реально очень интересное сотрудничество. Нетривиально, да? Да, то есть, ребята зарабатывали первые свои карманные деньги, а, соответственно, мы получали какой-то продукт весьма высокого качества. В любом случае, главное, заинтересовать. Вот, да, действительно. Причем, наверное, не только школьников, но ведь и предпринимателей в том числе, потому что у нас ведь есть явление, в общем, везде есть, конечно, но у нас там тоже довольно сильно развита дешевая рабочая сила. То есть, зачастую даже на довольно ответственные должности нанимаются люди, которые не квалифицированы для этой работы, но которым можно меньше платить. То есть, зачастую из-за этого случается и наплыв иммигрантов незаконных, нелегальных из стран Средней Азии и так далее. А вот в таком, в такой ситуации, да, в такой атмосфере, может быть, имеет смысл, в первую очередь, мотивировать именно организации? Конечно, да. Если они тоже будут в этом заинтересованы, то есть, правда, найти какие-то точки соприкосновения, то, конечно. Как-то есть какие-то льготные моменты, когда организация нанимает, допустим, инвалида. То есть, есть, скажем так, для таких предпринимателей определенные льготы. Я считаю, что тогда это могло бы быть очень интересно. А потом еще очень важный момент. Извините, Дмитрий Сергеевич, мы сейчас с вами продолжим. У нас есть звонок от телезрителя, поговорим с ним, потом вернемся к этой теме. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Здравствуйте, Светлана Савенкова. Это, как говорится, уполномоченный Жукова, 35, дом 35. Мне хотелось бы задать вопросик. Вот у нас была остановочка, нахоте у горсовета, да? Ее снесли. И теперь там красивая дорожка сделана, как от Чикина идти, и прямо к горсовету. Шикарная дорога выложена, цветы кругом. Остановку поставили прямо посредине. Народ возмущается, все недовольные. Ну, как я уполномоченный, ко мне обращаются, я ходила к мэру города Гусево, и там были штыречки, девочки шли, упали. Ну, теперь штыречки обрезали, но остановка стоит посредине. То есть, получается, я вас перейдю, чтобы просто понимал ситуацию. У вас там красивый довольно газон и так далее, и у вас просто воткнули посередине застройки, посередине земли они воткнули автобусную остановку? Да, вот эта остановка, ну, вы представляете, станешь, ну, просто смешно даже. А ведь это просто расстояло нормально, и, ну, никак не смотрится она. Ну, конечно, вы знаете, и смех и грех на самом деле. Может быть, конечно, таким образом заботились просто о том, чтобы вы были окружены красотой и эстетикой, но в любом случае, разумеется, это довольно странно звучит. Давайте мы с вами так поступим. Разумеется, сегодня у нас гости неуполномочены по этому вопросу говорить, у них просто другая сфера работы. Я думаю, что мы, скорее всего, в комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству передадим ваш запрос, оставим ваши контактные данные и передадим Сергею Михайловичу Ершу, он председатель этой комиссии. Вот, они с вами свяжутся, возможно, к вам приедут, вы им все это покажете. Ну, честно говоря, звучит не очень проблематично, да, чтобы эту автобусную остановку перенести куда-то. Чтобы и эстетика не пострадала, и при этом было бы все это как-то рационально, разумно и адекватно. Спасибо большое за ваш звонок. Уважаемые зрители, я напоминаю, мы сегодня говорим о предпринимательстве в первую очередь. Если у вас есть какие-либо вопросы, звоните, наш телефон 508-86-84. Ну что ж, давайте вернемся к нашей беседе. Про школы мы с вами говорили, о том, что можно было бы в школах привнести новые, интересные и так далее. А льготы, льготы для организаций, которые нанимают, ну, на определенный сезон летний, предположим, школьников, да. А вы имеете в виду льготы налогового характера или в непосредственно предпринимательской деятельности, какой-то по сбыту товара, что-то такое? Ну, это достаточно такой сложный вопрос, чтобы, да, сразу сказать, но возможно, да, то есть... Наверное, от конкретного бизнеса зависит, конечно. Да, да, возможно. То есть это могут быть, да, какие-то льготы налогового характера, субсидии и так далее. Вот, но также, скажем так, есть такая проблема, что предприниматели не понимают или не знают, что школьники, да, там, учаясь там в девятом, десятом, одиннадцатом классе, то есть уже могут делать какой-то, ну, заниматься каким-то интеллектуальным трудом. То есть не просто, там, раздавать тестовки, там, подметать двор, вот, но, там, сделать, допустим, дизайн, макет, там, не знаю, какого-то журнала, какой-то газеты, там, и так далее. Вот, там, написать программу, то есть у нас, ну, как у меня вот есть знакомые ребята, да, которые учатся в одиннадцатом классе, уже написали и продают мобильные приложения для телефонов на базе Android и зарабатывают на этом первые карманные деньги. То есть это показывает, что школьники, они могут... То есть у них есть потенциал, им главное просто дать возможность это реализовывать. Ну, я полагаю, в данном случае мы говорим о ребятах, которые традиционно участвуют в Олимпиадах и так далее. То есть есть некоторые инструменты, да, рычаги, так сказать, образовательного нашего влияния на школьников, которые их мотивируют к определенным занятиям. А если сказать, если говорить, все-таки вернуться к теме, вот, именно экономического воспитания, финансового воспитания, банковского, возможно, даже дело каких-то АЗОВ, да, то, если честно, вот, когда я заканчивал школу, у нас не было ничего даже близкого вообще относящегося к этим вопросам, этим отношениям. То же самое, да, даже... Математика в некоторой степени, ну, сами понимаете, это, конечно, не близко. Я вам больше скажу, даже ни в каком экономическом узе вам не скажут о том, как правильно распоряжаться вашими собственными деньгами. А то действительно так. И, ну, скажем так, профессиональные качества и финансовый успех, они вообще не зависят друг от друга. У нас есть еще один звонок, Ирина Евгеньевна, поговорим с зрителем, потом продолжим. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, ну, это, может, не совсем по теме, я вот, коренная жительница Одинцова, вот. Я живу на Комсомольской, здесь пруд у нас, вот. И огори, и уточки такие, и чайки все, вот. И всех интересует по пруду, засыпут этот пруд или нет. Что, что простить с этим прудом? Ну, засыпут его, и дом построят, или не засыпут. Ну, я понимаю, почему уточек интересует этот вопрос. На месте уточки меня бы он тоже интересовал, если бы я жил в этом пруду всю жизнь. А у вас есть какие-то, вам кто-то обещал, да, что вы будут ликвидировать этот пруд, или откуда у вас такая информация? А, ну, слухи идут вот такие. Так вы спросили бы напрямую, либо у управляющей компании, либо у администрации города. Они же все это знают, они бы вам с удовольствием расскажут и покажут. Ну, а сейчас как? Никак. Все хорошо, что вы нам тоже позвонили, может быть, так даже быстрее будет. Мы в профильную комиссию передадим именно лично ваш телефон, они проконсультируются, и, конечно же, вам перезвонят, все объяснят, расскажут. Вы потом тоже нам обязательно позвоните и расскажите о судьбе своих уточек. Спасибо за звонок. Ну что же, давайте продолжим эту тему. Вообще интересно, на самом деле, вот так вот брать и засыпать пруд, если он там всю жизнь стоит. Вряд ли там утки завелись, если он там лужится на два года, правда? Ну что же, на самом деле, приятно, когда такие звонки поступают, знаете, не проблемные какие-то, такого доброго характера. Мне будет интересовать. Ну что ж, у нас, к сожалению, довольно ограничено время. Давайте последний вопрос мы с вами, Дмитрий Сергеевич, обсудим, перед тем, как к нам присоединится ваш коллега Виталий Олегович. Давайте. Я так знаю, что вы довольно крупные мероприятия по робототехнике готовите в правительстве Московской области. Несколько эфиров назад вы нам уже вкратце о нем рассказывали. Скажите, пожалуйста, уже времени почти не осталось, уже вот-вот все случится. На сегодняшний день как все обстоит? Ну и, если можно, для зрителей совсем вот вкратце, базисно, в чем заключается фестиваль ваш? В ноябре этого года у нас пройдет фестиваль робототехники. Он будет включать в себя четыре крупные площадки. Первое – это традиционно для таких фестивалей соревнования по робототехнике, куда съедутся все ребята с Московской области, чтобы узнать, кто из них самый сильный в роботостроительстве. Это будут лекции от очень-очень крутых экспертов в сфере робототехники и искусственного интеллекта. То есть, послушав их, школьники, студенты, я думаю, смогут вдохновиться их успехом и, возможно, в будущем создать свой инновационный бизнес или пойти работать в эту сферу. А вас поддерживают в рамках этого мероприятия какие-то другие организации, муниципальные власти нашего Адельсинского района? Конечно, конечно. То есть, это и общественные организации, это и профессиональные организации. То есть, так или иначе, мы работаем с Союзом машиностроителей России, который объединяет в себе крупные технологические предприятия нашей страны. И они заинтересованы в том, что такое крутое направление, как робототехника, развивалось. Но продолжу про те площадки, которые у нас будут. Это будет хакатон. Это очень новый и интересный для нашей страны формат. Переводя с английского языка, это марафон хакеров. То есть, куда приходят студенты, приходят командами и решают какую-то реальную задачу, предоставленную компанией-партнерам. И это, безусловно, выставка. Выставка позволит показать посетителям, участникам, на каком уровне находится у нас робототехника и в Московской области, и в России. То есть, в ней смогут принять участие компании, которые занимаются этой темой. Но также мы даем возможность совершенно бесплатно, безвозмездно, начинающим проектам из Московской области презентовать себя на этой выставке и заявить, таким образом, о своем проекте. Очень интересно все это звучит. В ноябре вы сказали, да? Ну, соответственно, когда мы с вами, пожалуй, в следующий раз уже увидимся, у вас, наверное, уже будут результаты этой выставки и какие-то уже планы на будущее. Конечно. Спасибо вам большое. Я сейчас предлагаю вам, а также нашим телезрителям, посмотреть небольшой экспресс-опрос, который проводила моя коллега Дарья Киреева на улицах города Одинцова с очень простым вопросом. Она обращалась к жителям. Готовы ли вы сегодня заниматься бизнесом? И на ваш взгляд, какой сегодня бизнес наиболее востребован в нашем Одинцовском районе? Давайте посмотрим, что из этого получилось. Я с этой сферой не связана, но так как у меня трое детей, я бы что-нибудь для детей открыла. Что-то такое домашнее. Может быть, даже няне были бы какие-то. Можно было бы оставить детишек и поговорить там с мамой, посидеть. Ну, я предприниматель. Работаю в области строительства. Точнее, занимаюсь проектированием. Расскажите, легко ли вам, с какими проблемами вы сталкиваетесь? Ну, сейчас проблема, по-моему, у всех очевидна. Это состояние рынка в самой стране, строительного в частности, и в отдельности в области проектирования. Ну, что я могу сказать? Я думаю, что правительство делает все, что от них зависит. Чтобы я открыл, я думаю, точку по сбыту товара из Китая, потому что сейчас это дико выгодно. Бизнес и предпринимателей нужно аннулировать. Только лишь государственные структуры. Завод, фабрика, предприятие какое-то, чтобы был под контролем государства, как это было в Советском Союзе. Нам для пенсионеров не хватает магазинов, продуктов натуральных, и чтобы было подешевле все. Ну, посидеть даже летом негде. Везде дома, и, не знаю, приходится в Москву ездить. Побольше магазинов мужской одежды. Это вот, видите, хожу в разных одеждах. Желательно, чтобы было. Вот не так, сколько аптек, лучше в магазинчике. Магазины начала бы открывать, где продаются всякие научные, как бы сказать, ну, книги или какие-то микроскопы или еще что-нибудь. Потому что сейчас это, как мне кажется, очень нужно, так как, ну, этого мало. У многих, у многих не хватает ума. У многих. А так, ребята, которые взялись за дело от души, они просто ради наживы. У тех, конечно, и получается все нормально. И о них плохо никогда никто не скажет. Ну что же, вот такие самые разные мнения высказали жители нашего городского поселения. Самый разный бизнес с их точки зрения должен быть. С точки зрения некоторых жителей бизнес как таковой вообще не должен существовать. Ну, словом, действительно разные поколения по-разному относятся к этому вопросу. Мы сейчас об этом поговорим. В наших гостях Виталий Олегович Шибко. Здравствуйте. Виталий Олегович, председатель комиссии, которая занимается предпринимательством. Виталий Олегович, мы сейчас с вами давайте обсудим вообще мнение людей насчет того, что такое бизнес и предпринимательство и должно ли оно вообще существовать. Но я так понимаю, вы сейчас хотели вот что-то сказать нашей телезрительнице, которая только что звонила насчет улицы Комсомольска, если я не ошибаюсь, где пруд собираются засыпать. Вы уже позвонили, пока видели, да, по телевизору этот звонок. Да, позвонили. И получили отклик от администрации города Одинцова, что в планах на ближайшее время засыпать пруд. Таких планов нет. Прекрасно. На самом деле очень приятно. Вот, кстати... Пруд это является одной из визитных карточек эстетических города Одинцова. У этого места, действительно. И вы знаете, вот опять же, это очень хороший пример того, что, пожалуйста, не нужно бояться контактировать, звонить в администрацию, вообще контактировать с официальными лицами. Вот сейчас человек простой взял и просто позвонил в администрацию. Его сразу проконсультировали, дали прямой сразу ответ. Я напоминаю, мы сейчас работаем для вас в прямом эфире. Наш телефон 508-86-84. Про предпринимательство и про бизнес сегодня разговариваем. Если есть какие-то вопросы, звоните. Виталий Олегович, возвращаясь к нашему небольшому видеоматериалу. Разные мнения. Действительно, разные мнения. Мужчина пожилой высказывался в том плане, что и вовсе надо все возвращать на круги своя, так сказать, к Советскому Союзу, когда вообще не было частного бизнеса. Девушка высказывалась, что нужно побольше магазинов с научно-прикладными какими-то товарами, где микроскопы будут продавать. Кому-то нужна одежда, кому-то там аптеки социальные и так далее. Вот на ваш взгляд, как все это уместить? Ведь Одинцово, разумеется, как и любой город, и вообще как планета Земля, не резиновый. Взять и даже понатыкать по одной точке, скажем так, нужной, если опросить всех и всех удовлетворить, не поместится ничего. Вот на ваш взгляд, как с этим вопросом вообще нужно разбираться? Насколько я знаю, администрация Одинцовского района поддерживает развитие предпринимательства, особенно малого бизнеса, на территории Одинцовского района. И мы не можем говорить о том, что только развивать свой бизнес непосредственно в городе Одинцово. Одинцовский район достаточно большой, и людей проживает достаточно много, и в других уголках Одинцовского района. Существуют программы, когда предприниматели могут выходить с своими предложениями, с своих проектов на рассмотрение в Одинцовскую администрацию, администрацию Одинцовского района. Соответственно, с просьбой о предоставлении помещений на льготных условиях и так далее. И в зависимости от социальной значимости проектов предпринимательских, администрация рассматривает и, возможно, и удовлетворяет просьбы молодых начинающих предпринимателей. Скажите, пожалуйста, я так понимаю, у вас завтра или послезавтра будет круглый стол? Как раз таки. Вы впервые, если я не ошибаюсь, собираетесь полным составом вашей новой комиссии. На ваш взгляд, вы председатель комиссии, которая действительно занимается очень большим, очень разнообразным спектром задач и работ. Как будете строить свою работу? Ведь у вас очень много новых лиц. Вот Ирина Евгеньевна сейчас появилась. Я думаю, едва ли вы единственный новый человек в комиссии по предпринимательству. Дмитрий Мартынов тоже в нашей комиссии. Новый человек. Не новый в общественной палате, но новый в нашей комиссии. В принципе, в первую очередь, мы будем продолжать продвигать до логического завершения те проекты, которыми мы занимались ранее, еще в предыдущем составе общественной палаты. Также появились новые лица, новые люди в нашей комиссии. Кровь. Да. С новыми проектами. Очень интересными проектами, которые также надо заниматься и развивать. Поэтому мы будем всячески стараться помогать и поддерживать те новые идеи, которые приходят вместе с новыми людьми. Скоро в общественной палате планируется провести уже традиционный день выездного приема населения. Ваша комиссия участвует в его подготовке? Наша комиссия была инициатором вообще проведения подобных выездных приемов на территории всего района. И, соответственно, мы участвуем в этом. за каждым из членов общественной палаты закреплена своя территория, где они проводят выездной прием. В ближайшее время такой выездной прием будет планироваться. Он планируется и будет проводиться. Соответственно, мы будем это все освещать в средствах массовой информации. У дати и времени. Ирина Евгеньевна, может быть, как раз-таки это будет неплохой оказией побеседовать непосредственно с жителями нашего района, заинтересовать их в том, что непосредственно вы им предлагаете с точки зрения финансовой грамотности. Ведь если действительно так подумать, очень многие люди попадают в плохие ситуации, именно неправильные банки, выбирая себе и так далее. И тут дело даже не в том, что, знаете, там на улице цыганке 5 тысяч отдал. Тут дело в том, что люди теряют дома, недвижимость. Да, все правильно. Даже я вам больше скажу, что попадать и не попадают, но, к сожалению, максимум, с кем они могут проконсультироваться, это со своими знакомыми, которые там также попадали, например, или нет в данной ситуации. И, конечно, я со своей стороны буду очень рада помогать им в рамках своей деятельности. В рамках вашей работы. Да, то есть... Ну что же, у нас, к сожалению, уже заканчивается время. Спасибо большое, что вы к нам сегодня приезжали. В следующий раз, я думаю, у нас уже будут более конкретные итоги вашей новой работы, вашей комиссии в новом составе. Спасибо, что приезжали. Спасибо. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили с комиссией, которая занимается вопросами предпринимательства. Если у вас остались какие-либо вопросы, предложения, звоните нам в течение недели телефон 508-86-84 или напрямую обращайтесь в общественную палату Одинцовского района. На их официальном сайте имеется адрес электронной почты и там же обратная форма, весьма удобная форма обратной связи, которую вы также можете воспользоваться. С вами был Святослав Савенков. Берегите себя и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин